Вместо z минус z корней из y, и вместо y надо при этом подставить корень. Было 1 плюс y в степени 2n-1, стало n-1 вторая, вместо z получился минус, еще получился z, и корень получился просто. Сумма по всем целым числам k, минус 1 в степени k, это потому что z у меня с минусом, дальше y в степени k квадрат пополам, и еще k квадрат плюс k пополам. Если n равно 1, то возникает 1 минус z в минус 1. Поэтому сейчас разумно нам это поделить, и соответственно у нас получится новое произведение. произведение, взятое вот таким образом, единица минус y в степени n, единица, здесь уже будет y в степени n, и здесь будет единица минус y в степени n. А с этой стороны получится 1, деленная на 1 минус z в минус 1. Нужно умножить на вот это хозяйство. Ну, соображаем, что это такое. Это будет, на самом деле, z делить на 1 минус z. То есть это z плюс z квадрат плюс z куб и так далее. Такая бесконечная сумма. Минус 1 в степени k умножить на y в степени k квадрат плюс k полам. А вот дальше очень важная вещь. Мы соображаем, идет с z степени k, домножается на такие штуки. Вот значение такого выражения принимается два раза. И сообразим, что останется от степеней z. Так, как бы это понять? Как понять, что у нас здесь останется? Когда вы имеете выражение y в степени k квадрат плюс k полам, то оно по нашей науке домножается на такую бесконечную штуку. На z в степени k плюс 1, z в степени k плюс 2, z в степени k плюс 3 и так далее, и так далее. Но ровно то же самое выражение получается при отрицательном k. И здесь важно понимать, оно получается при отрицательном k, что называется, другой черности. То есть, у вас есть выражение k квадрат плюс k пополам. Если взять минус k минус 1 в квадрате и вычесть, это будет k квадрат плюс 2k плюс 1 минус k минус 1 пополам. То есть, если у вас имеется какое-то натуральное число k, то один раз присутствует вот такая штука с коэффициентом минус 1 в k, а другой раз присутствует такая же штука с коэффициентом минус 1 в k минус 1. у в степени минус k минус 1 в квадрате плюс минус k минус 1, все это пополам. А здесь z в степени минус k минус 1 плюс 1, то есть z в степени минус k плюс 1, z в степени минус k плюс 2 и так далее, но бесконечно. Обратите внимание, вот эти два числа разных знаков, соответственно, вот эти одинаковые и на самом деле, когда вы сложите, то у вас от вот этих двух бесконечных штук останется только такое замечательное выражение z в степени минус k, z в степени минус k плюс 1 и так далее, и так далее, и так далее, значит, z в степени k. Теперь нужно понять, что бывает со слогаевым, когда k равно кулю. Если к равно кулю, то здесь такая штука, здесь у нас будет просто-напросто z в нулевой степени, здесь будет, то есть единица, да? здесь будет у в нулевой степени то есть тоже единица и соответственно если к равно нулю то вот это тоже просто надо понимать как единицу как единицу да все хорошо единственная проблема со знаком почему здесь написано минус как минус 1 минус соответственно здесь минус минус и соответственно все это настоящий так договорились исправишь исправим мы получили равенство вот оно написано длинное длинное равенство которое уже само по себе в достойном защищении я просто в него сейчас я в него сейчас вместо числа z подставлю единицу и я получу дождество которое называют дождество гаусс единица минус у в степени n в кубе взятая по всем n больше или равен единице это есть сумма взятая по всем не отрицательным числом смотрите чего если зерна единице то вот эта скобка превращается в сумму единиц их здесь 2к плюс 1 штука значит будет минус 1 в степени k минус 1 в степени k умножить на 2к плюс 1 и умножить на y в степени k квадрат плюс k господа алгебраические выкладки считаем 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 но вообще-то мы уже получили довольно забавная тожность и между прочим комбинатурно я его не умею доказывать то есть я умею доказывать комбинатурно само тождество гаусса якобы и сегодня я расскажу это доказательство но вот если дать конкретно вот это вот это называется тождество гаусса но я ему уже вам не расскажу я не знаю что с этим делать само тождество гаусса якобы мы сегодня докажем должны быть таким способом я скоро перед рекомендаторией мне важно чтобы вы решили